друзья всем большой привет вы на канале вот так а мы по-прежнему в казани и продолжаем наш путешествие к кремлю не как у нас уже третью серию ну две предыдущие серии не получалось дойти до центральной достопримечательности города то одно то 5 10 это кто-то приехал кто-то уехал ну вроде сейчас все уехали поэтому у нас будет возможность дойти до кремля сегодня и показать всю красоту тамошнюю но пока мы в парке тысячелетия в казани и начинаем наш выпуск прямо сейчас вот смотрите предыдущей серии друзья мы с вами были у одной из главных достопримечательностей казани это чаша которая в которой находится загс здесь чаша чуть поменьше ну сами понимаете что да это казан и обязательно здесь везде наши уже знакомые мифические существа но я не могу их драконами назвать это какие-то грифон и драконы в общем это зеланты вот так вот это выглядит здесь парке тысячелетия но мы сюда конечно не в этот парк то особо как стремились попасть потому что сейчас мы дойдем до другого места и я вам конечно там еще что-нибудь расскажу покажу значит мне солнце глаза светит и мысли сразу куда-то пропадают короче ладно все собрались мысли пришли в порядок и мы с вами идем дальше чтобы не быть прямо что так чтобы у нас рассказы не были такие уж прям совсем сухие показали ушли расскажу вам легенду почему именно казан в татарской татарских легендах занимает особое место потому что есть такая легенда основание казани когда не знали где основать город обратились к татарским мудрецам спросили а где нам город строить сказали что стройте там где вот поставите казан и если он закипит том месте и надо строить город по легенде на том месте сейчас находится кремль так что имейте ввиду что казан татарской татарской татарских повествованиях везде очень важная знаковая знаковая посуда вот так что вот такой вот вам небольшой экскурс сзади нас памятник известному татарскому поэту кулгали ну мы его не знаем поэтому ничего рассказывать про него не ему не буду про парк еще расскажу то что парк тысячелетия сами понимаете да что был он основан к 2005 году когда казань отмечала свое тысячелетие она раньше на этом месте находились жилые дома деревянные и так как здесь через дорогу находится озеро кабан то весной она очень сильно разливалась постоянно затапливала эти дома поэтому людям предложили переехать и основали здесь парк так что вот такой вот еще а небольшой вам кусочек истории казани тусе наше это сам поймался на мысли что как классно когда город еще не знакомы не такой там допустим как питер да где мы часто бываем а вот мы сегодня первый раз здесь и каждый раз вот просто выходишь куда ты открываешь для себя что-то новое вот смотри какая-то площадь с фонтанами здесь на противоположной стороне казанский федеральный университет в общем здорово потом идет озеро кабан там не помню какого среднего посмотрю вот там их три разных просто кабана так что классно я вот всегда говорил говорю и буду говорить что друзья не сидите дома обязательно путешествовать и открывайте для себя новые города новые страны даже в наше пандемийное время можно получать эмоции путешествия по городам россии оказывается есть что посмотреть так классно ходить в окружении фонтанов прям тут не один а их прям он со всех сторон и еще впереди такой прям из озера фонтан я посмотрел это озеро нижний кабан есть еще средний кабан и верхний кабан поэтому будете у нас казани всем по кабану набережная вещь такая деревянная прикольно здесь ну опять же много людей я или ты сегодня еще будний день уток много лебеди плавают ну кстати говоря прикольно да озеро большое и прикольно на катамаране но конечно нужно физическую подготовку иметь хорошую чтобы на катамаране не остаться где-нибудь посередине озера а так конечно классно привет лебедь вот видишь гуляешь гуляешь оказывается здесь самый большой фонтан казани вот ну смотри а мне понравилось видел да поэтому катамараны тут можно взять в аренду но мы туда сейчас не пойдем потому что нам все-таки важнее попасть в кремль прокатиться на катамаране но здесь катамараны в виде автомобилей я таких еще не видел ни разу прикольно помнишь когда мы по крыму путешествовали там было развлечение местное кормили этих гусей до гуси там были ли кто здесь видишь людей в значении кормить уток лебеди но значит да но я не помню да там какие-то были огромные они такие вот так что здесь тоже есть свое развлечение уток здесь много кормить есть кого так что захватить с собой хлебушек видишь пользуются популярностью много хотят людей покататься слушать цены все озвучивать не буду вот сейчас засними пожалуйста чтобы люди понимали но не так уж и дешево собственно говоря машинка стоит дорого но все солнце садится нам надо успеть еще снять вам красоту пока он окончательно не села поэтому мы направляемся в самый исторический центр вроде как там уже все потому что все движение было перекрыто если вы смотрели внимательно нашу предыдущую серию то знаете о чем я говорю если не смотрели то обязательно посмотрите прямо после вот так что мы берем сейчас машину едем в центр уже кремль друзья пора пора его уже увидеть своим глазами я знаю кто я я сирота казанск ждем такси чтобы отправиться в центр принципе тут можно пешком дайте но у нас уже как вы понимаете сил нет пешком ходить поэтому мы предпочитаем передвигаться на такси так как свой автомобиль мы оставили на парковке возле дома из-за того что было все перекрыто стоит она мой трудно среди но в среднем 100 ну вот мы же на короткие дистанции передвигаем где-то 100 120 рублей недорого здрасте все свершилось друзья наконец-то мы приехали к кремлю который так долго не поддавался нашим не хотел нас пускать скажем так поэтому вот видишь даже свадьба сегодня все теперь благоволит тому что мы наконец-то туда попадем и прямо сейчас мы находимся рядом со спас спасская башня вот начинается все спасская башня и это центральный вход он работает кстати говоря кремль работает круглосуточно и именно через эту спасскую башню можно попасть с него круглосуточно потому что есть второй вход он закрывается на ночь так что имейте ввиду что спасская башня а можно в кремль попасть круглосуточно и это очень здорово потому что они все достопримечательности доступны людям ночью а может быть кто-то любит и ночью погулять правда это же круто пойдем теперь вовнутрь слушай ну сейчас вот понимаешь ощути суть момент мы попадаем в самое сердце не только казани но и всего татарстана это же вообще прекрасно и главное что вход то бесплатный сюда то есть никак в москве не придется платить за то чтобы попасть на территорию кремля здесь все бесплатно и а ведь и кремль здесь белокаменный что друзья мы не будем сильно углубляться в историю естественно потому что кому это интересно тот сам почитает где-то погуглит в общем информацию расскажу идет естественно то что казанский кремль это не только резиденция президента татарстана но есть конечно здесь много исторических зданий церкви мечети потому что в казани как вы знаете считается так вот бог 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 идут две религии основные это конечно же православие и мусульманство а а поэтому именно здесь на территории кремля находится сердце мусульман казани татарстана это мечеть кул шариф до нее мы сейчас доберемся многие кстати говоря в кремль едут именно чтобы посмотреть эту мечеть плюс здесь же находится и собор православный и христианский поэтому здесь вот все религии вот так вот ну а исторически конечно же это очень тоже значимое место потому что здесь все дышит историей со времен ивана грозного который захватил казань да и даже даже еще раньше потому что как вы знаете здесь же было казанское ханство о том что я вам уже рассказал в первой части нашего путешествия по казани в общем все вот это вот пространство которое находится в окружении двух рек волк волги и казанки все это дышит все это пропитана историей поэтому кто любит исторические вот эти вот всякие здания вообще в историю нашей страны тому сюда обязательно вот видишь стоило ожиданий да то что мы сегодня попали сюда именно на закат потому что когда ты увидишь еще солнце гала в небе да и мечеть блин ну на самом деле крут вот значит все случается тогда когда должно случиться вот я никогда еще в жизни не видел но он уже состав не такой явный голода но сейчас как пока мы шли было прям ярко да так что все случается тогда когда должно случиться и у нас сегодня это получилось чем мы с радостью делимся с вами теперь идем к мечети кул шариф это главная мечеть в казани вообще и вообще она считать одна из самых крупней даже не по мне одна сама самая крупная в европе поэтому очень она почитаема мусульманском мире и посмотрите какая она огромная просто завораживает там очень круто Знаешь, в чем минус того, что мы приехали поздно? Потому что мы во внутренний попадем, уже закрыта мечеть. Но, если помнишь, когда мы путешествовали в Индию, когда мы приехали в Тадж-Махал, внутри оказалось не так уж интересно, как снаружи, поэтому я так считаю. Ну, не считаю, а думаю, что если нам не удалось попасть в этот раз, то мы попадем обязательно в следующий раз, потому что я уверен, что в Казань мы еще не раз приедем. Мне здесь нравится. Пытаюсь найти на русском. А, вот. Кремлевский ансамбль. А концепция сохранения, развития и использования ансамбля Казанского Кремля. А, но это когда было заложено 13 ноября 1995 года, 10 лет строили. В 2005 году его открыли мечеть. Сейчас мы с вами, кстати говоря, я просто стою напротив и вижу. Увидим еще одну классную штуку, которая находится на территории Кремля. Смотри, вот если повернуться, это башня. Не только в Пизе есть Пизанская башня, которая падающая знаменитая, но и здесь. Видите, наклон здесь просто хорошо видно. Я пытаюсь вам показать. Вот поэтому идем смотреть своими глазами. Я думаю, что мы сейчас, когда поближе подойдем, там еще будет лучше обзор. Вперед. Видите, сколько интересного. Ну вот, смотрите, здесь вот еще лучше видно. Это башня название Сююмбеке. Многие спорят, когда она была построена. Там в 16 веке, в общем, сошлись на компромиссе, что это 16 век. Если смотреть на нее, то отклонение от оси верхней точки 2 метра. Вы представляете? От вертикальной оси 2 метра. Башня наклонена. Офигеть можно. А так у нее верхняя точка 53 метра. Итак, друзья, мы поднимаемся по ступеням Благовещенского храма. Он тоже очень большой, монументальный. Тоже, к сожалению, уже закрыт. Но видите, как сочетается все, да? Сейчас мы поднимемся повыше. Вот видны минареты уже в Кул Шариф. И тут же стоит Большой Благовещенский храм. Все в мире. Все в мире. И все вот так вот классно в одном месте сосредоточено. Вот. Кафедральный собор. Памятник архитектуры 16-18 веков. Построен в 1556-1562 году. Представляешь? Псковскими мастерами. Но это, видимо, грозно. И опять же, потому что Спасская башня была построена псковскими мастерами. И Благовещенский собор тоже. А это уже, друзья, то, о чем я вам говорил. Дворец Президент Республики. Так что вот так вот он выглядит. Конечно, туда попасть у нас не получится. Мы не приближенные к президенту. Но вот так вот это выглядит. А, можно, да? Нет, там пропускной пункт. Не получится. Вот где-то. И что? В Индии. И вышли. Можно зайти, посмотреть, спотать там. А, ну просто внутри вот так вот, чтобы тебе без забора. Так, ну что, вот такая у нас получилась такая вот экскурсия получилась. В принципе, мне здесь нравится. Вот. Тут, опять же, повторюсь, много музеев, много всяких выставок. То есть туда вход платный. Выбирайте то, что вам нравится. Хотите про пушечные ядра, про оружие, про историю. В общем, там много разного всего. Поэтому вперед и с песней, как говорится. Готовьте только денежки. Вот это место захоронения ханов. В казанском ханстве было. Поэтому, видишь, когда производили раскопки, решили, что людям это интересно. И оставили такой вот стеклянный купол. Ну тоже, как исторический факт, тоже интересно. Ну там тоже какое-то, там какая-то гробница, по-моему. Я не знаю, что там, но там, по-моему, гробы стоят. Кофе? Надо взбодриться немножко. На ночь глядя, как обычно. Не, ну еще много вам чего надо снять. Поэтому мы будем бодры и веселые. А потом только ужин. Сами понимаете. Александр Анатольевич взял себе визит до Татарстана. Кофе Раф по-татарски. Дай-ка я попробую у тебя. А потом... Ой, смотри, он какого цвета. Чувствуете, да. Травки, травки. Лужок. Пейте. А у меня эспрессо двойное. Я потому что люблю покрепче. Вообще, самый мой любимый кофе, это кофе, который делают в турках в Турции. Ну и везде, в принципе. Да, это турецкий кофе. Да, турецкий кофе. Очень я прям люблю. Но приходится пока довольствоваться эспрессо. Слушай, это самое. Мы вернулись опять на площадь. Кул Шариф к мечети. Поймался я на мысль, что мне здесь нравится энергия. То есть, я как бы, когда смотрел до этого, да, другие какие-то обзоры и... Ну, просто там фотографии. Во-первых, я, ну, как-то ее не так себе представлял. Хотя я понимал, да, что это мечеть. Но я не думал, что она такая большая. И она действительно какая-то такая прям... Хочется стоять и, знаешь, вот прям это... Рассматривать так повнимательней. В общем, мне здесь нравится. Это мое место. Я люблю в каждом городе находить свое место силы. Вот это мое место силы. Мне здесь прям... Я сейчас вот прям подпитываюсь. Может, это уже кофе начал работать? Не знаю. Ну, в общем, да, мне здесь прям комфортно. А я все фотографирую. Ну, мне так прям нравится. Не могу ничего с собой поделать. И было 758 фотографий мечети в Инстаграм. Не, на самом деле я выберу самые лучшие и обязательно их размещу. Поэтому подписывайтесь в Инстаграм. Потому что там все это появляется немного быстрее. Сами понимаете, что серию нужно смонтировать. Потом ее нужно адаптировать. И, короче, потом уже только разместить. Так что в Инстаграм оперативнее будете знакомиться с нашими путешествиями. Ну, а мы продолжаем. Кстати говоря, ну, знаешь, я должен сказать, что получился у нас такой беглый осмотр Кремля. Потому что я, конечно, понимаю, что многие могут сказать, что вы туда не зашли, сюда не зашли. Мы себе такую цель не ставили. Мы хотели попасть именно вот на территорию Кремля. В самое сердце Казани. И посмотреть мечеть. Посмотреть падающую башню. Собственно говоря, мы это и сделали. И вам показали. Так что сейчас мы двигаемся дальше. Потому что мы хотим спуститься еще на Кремлевскую набережную. Говорят, она тоже какая-то шикарная. Тем более сейчас должны включить подсветку. И мы сейчас погуляем и увидим Кремль со стороны набережной. Это тоже здорово. Пойдем. Ну, вот мы и пришли. Слушай, шикарная набережная, конечно, такая широкая. Там отдельно есть дорожки для велосипедистов. Здесь только пешеходная зона. Сейчас подсветку еще дадут. И будет вообще праздник-праздник. Людей много. Музыка грохочет из динамиков. Так что приходится иногда даже повышать голос. Ну и, конечно, шикарные виды. Что тут скажешь. Очень красиво. Мне прям тоже здесь нравится. Я, знаешь, поймал себя на мысли, то, что я тебе говорил уже. Что вот этот дом, где мы были в прошлой серии, по-моему, да? Или позапрошлой. В позапрошлой серии. Там, где министерство... Ну, в общем, посмотрите. Одну из серий. А вот этот дом, который находится рядом с дворцом сельского хозяйства, или как оно там называется, очень сочетается со мной. Потому что у меня должен быть... Я должен жить в этом доме. Должен быть вид на мечеть. И тогда я буду в полной гармонии. Я себе все напридумывал. Друзья, у кого есть лишние 20 миллионов, квартиру в этом доме... Ну, может быть, найдем подешевле. Видишь, с этой стороны чаша, где мы были в прошлой серии, это ЗАГС местный. Если вдруг пропустили серию, опять же, вернетесь после просмотра этой. Уже подсветку включили, но пока не очень хорошо видно, потому что еще не сильно стемнело. Но она тоже так эпически подсвечивается. Покажем вам чуть-чуть попозже. Пойдем пока дальше гулять. Друзья, как вам? О, смотри, как круто. Повернись. Луна, видишь? Между этим и этим. Смотрите, вы сейчас смотрите третью серию уже. Появилось у вас желание вообще приехать в Казань? У меня лично оно усиливается с каждым каким-то моментом, с каждым какой-то местным, куда мы попадаем. Мне хочется еще раз вернуться сюда. Но так как мы путешествуем самостоятельно, мы как бы вам не можем озвучить ценник. Для этого у нас есть Роман Викторович, который только что посмотрел, сколько будет стоить путешествие в Казань, если лететь из Москвы, да? Да, из Москвы на неделю двухзвездочная гостиница. Стоит порядка 11 тысяч на человека при двухместном размещении. С перелетом. Да, с перелетом, конечно, обязательно туда-обратно. Ну, вообще не дорого. Чуть дороже будет гостиница 3 звезды, с завтраками будет порядка 16-17 тысяч на человека. Также на 7 ночей с перелетом туда-обратно. Слушай, ну я считаю, что вообще не дорого, да? Получается, 11 тысяч на человека. Ну, если без изысков. Плюс, смотри, 7 дней, то есть можно посетить Казань. Очень удобно доехать до Ешкаралы и тут ехать буквально 2 часа. Можно автобусы, кстати, тут ходят, насколько я знаю, между городами. Поехать еще в Ешкаралу, посмотреть всю ту красоту, которая там. Вернуться обратно в Казань. То есть 7 дней можно здесь прямо угуляться и получить массу удовольствия. Причем деньги прям вообще копейки какие-то. Так что все. Я разбил вам еще один миф. Можете спокойно лететь в Казань или ехать. Кому как удобнее. Там танцы. Поймал себя на мысль, что похоже на набережную в каком-то курортном городе. И причем такой, значит, сезон хороший. Ну, сейчас есть сезон, но просто мы не в курортном городе. Но, с другой стороны, это я один из туристических городов, которые любят люди посещать и охотно посещают. И теперь я понимаю, почему. Видишь, как подсветку включили. Вечер уже опускается на Казань. Сразу, значит, вот другое настроение. Хорошо. Потому что одно дело, когда просто ходишь в каком-то там парке, где-то еще. А другое дело, когда вот такая набережная с подсветкой и с разными такими кафешками. Просто мы идем тут, поэтому тут нельзя ходить. А туалет не работает. Вот я нашел минус. Представляешь, такая набережная огромная и туалет закрыт. Вот. Хоть копеечку да найдем. Хоть табуреточку да поставим. Сейчас зайдем в прокат. Мы, конечно, брать ничего не будем, но посмотрим, сколько что стоит. Вот такой вот, в принципе, меня устроит. Я так думаю. Вот. Санитайзеры везде стоят. Тоже очень хорошо. Выходим. До 11 часов работают. Поэтому можно... Ну, днем, наверное, жарковато будет. Хотя, если вот под крышей, то, в принципе, ничего. А так вот вечерком прокатиться. Набережная длинная, поэтому есть место, где покататься. И специальные, видите, полосы для этого есть, чтобы не мешать пешеходам. Хотя все катаются и ходят как обычно. Вернулись мы от Кремля гулять в прекрасную улицу Бамуна. Здесь тоже классно. Слушай, ну все, я пропитался Казанью. Теперь я знаю, куда можно еще ездить, кроме Санкт-Петербурга. Сейчас мы должны сделать... Сейчас пройдем. Мы стоим под дождем. Ты нарядно в платье встречаешься. Сейчас мы должны, так как это наш финальный день в Казани, мы должны купить, естественно, что? Чак-чак. И, конечно, мы хотим еще взять себе на завтрак чпачмаки. Если вы не знаете, что такое чпачмаки, то очень подробно. Я рассказал в предыдущей серии об этом и даже попробовал впервые вместе с вами. Вы их смотрели, а я пробовал. Поэтому сейчас мы идем за эти пачмаками и идем за чак-чаком. А потом идем ужинать. Сколько удовольствий сразу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Море чак-чака 150 рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Калбаса, кстати, тут конина, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, мы это не едим, поэтому мы не будем. Но обычно тоже приводят. Вот там ценник показал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Варенье сосновых шишек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все понятно. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, 80 рублей всего удовольствия. И на подарок хорошо. Ну, 80 заодно я имею в виду. И себя порадовать, вспомнить потом о Казани. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чак-чак, чак-чак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, сейчас быстро идем, покупаем эти пачмаки. Эчпачмаков нету, да? Эчпачмак? Нет, даже есть. Пойдем дальше искать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я все в поиске качпачмаков, пока безрезультатно. К вечеру все качпачмаки съели, поэтому мы... Не хотелось бы остаться без них, конечно, но не знаю пока. Не сюда пошли, да, здесь должно быть. Может уже и нет, ну возьмем тогда ильяш. Ичпачмаков нет, да? Там картошка с курицей, да? И пакетик нам дайте какой-нибудь покрепче. Спасибо. Так, ну слушай, в поисках качпачмаков можно провести весь вечер, поэтому мы взяли... Мы его, кстати говоря, еще не пробовали, это эльяш, он тоже с курицей, с картофелем, просто по-другому закрыт. И еще взяли киш тоже куриный, мы его тоже не пробовали, поэтому у нас будет завтра день открытий перед отъездом, но, к сожалению, вы об этом не узнаете. Мы об этом расскажем вам на стриме, который обязательно проведем, и расскажем, какая же вкусная выпечка в Казани. А пока мы идем дальше, потому что сейчас уже самое время нам обедать. И уже теперь спокойно... Ой, ужинать, да. Ну все, ужинать, понимаешь? Ужинать, и как бы уже нас ничто не напрягает, подарки куплены, сувениры куплены, еда куплена, поэтому просто будем наслаждаться вечером, и вам тоже все покажем. Селфи Монолизу видел? Что? Селфи Монолизу видел? Нет. Селфи Монолизу. Вот Монолиза, у него телефон. Ну что ж ты мне раньше-то не сказал? А-а-а. Нет, не видел. Казанское подворье. Так, ну что, куда нам пойти-то поесть? Такие сейчас придут с пакетами. У нас свое, мы сейчас просто посидим. Что-то не знаем мы, куда идти. Пойдем сюда посмотрим. Вот какая-то карчма есть. А вот это, а это квас? Так, мы вам не рассказали, что мы зашли уже в ресторан украинской кухни. Мы в Казани. Мы в Казани. Мы в Казани, но это странно. Потому что сил уже не было ничего искать, а тут от карчма подвернулось. В общем, все здорово. Смотрите, ну традиционно. Медоука. Собственного производства. Ммм, как квас. И... Та-да-да-да-дан. Вот здесь маленькие рюмочки, они всего 25 грамм. Вот. Поэтому это дегустационный сет. Я потом его продегустирую. Не все сразу. Сказали начинать со слабенького. Сейчас будем ждать еще еды. Потому что мы заказали. Целый день ничего толком не ели. Хотя нет, что-то ели. Ну ладно. В общем, за Казань. Смородливое варенье. Развели. Ну, мне еды пока не принесли. Поэтому мне приходится есть медовуху. Кстати говоря, медовуха Александру Анатольевичу не зашла. Чего-то не понравилось. Не его напиток. Если вам не слышно, просто без микрофона. Поэтому это не его напиток. Это мой напиток. Мне понравилось. Мне понравилось. Ура, мне принесли еду. Ну, я не стал проявлять никаких изысков. У меня просто курица и картошка. Поэтому все традиционно. Надеюсь, курица не засушенная, как где мы были. Ну да, здесь нормально. Не соленая, но нормально. Ну что, друзья, вчера не успели вам заснять финал. Потому что закончилась батарейка на камере. И очень много мы вам снимаем всего. Понимаете, даже техника уже не срабатывает. Саша, автомобиль сейчас собьет. Так вот. А что можно сказать? Казань мне понравилась. Город очень красивый, ухоженный, чистый. Много есть что посмотреть. Не зря сюда едут так много туристов. Поэтому, если у вас есть желание и вам понравились наши видео, обязательно приезжайте в Казань. Будет чем заняться. А мы уезжаем дальше, потому что наше большое приключение продолжается. А где мы будем, скоро узнаете на канале вот так. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Обязательно комментируйте. Лайк. И, в общем, все, что положено. А также наш хэштег ВотТакЧенел. По нему найдете все наши предыдущие видео и новые. Ну и не забывайте про Инстаграм, Вконтакте и Телеграм. Все. На этом пока-пока. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok